Что такое ВИЧ и СПИД? Наша иммунная система постоянно защищает организм от различных болезней. Она использует армию скровяных клеток, Т-лимфоцитов, чтобы опознать и уничтожить инородные объекты. Но вместо того, чтобы атаковать клетки тела, вирус иммунодефицита человека, или ВИЧ, атакует сами Т-лимфоциты. Он превращает их в машине для создания копий ВИЧ и в конце концов убивает зараженные Т-лимфоциты. Без соответствующего лечения в среднем через 8 лет ВИЧ переходит в СПИД, или синдром приобретенного иммунного дефицита. К этому моменту в организме не хватает Т-лимфоцитов, чтобы бороться с различными инфекциями и заболеваниями. То есть это не сам вирус ВИЧ, а различные заболевания приводят к смертельному исходу. Люди впервые сразились ВИЧ через кровь от обезьян. Далее вирус распространился из-за незащищенного секса, применения использованных шприцов и рождения зараженных детей. О СПИДе ничего не подозревали до 1981 года, когда случилось массовое заболевание геев в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Очень быстро странные симптомы начали проявляться у людей по всему миру. Пациенты страдали от редких форм рака кожи, пневмонии, молочницы, и только некоторые выжили. Предрассудки, связанные с гомосексуальностью, ограничивали финансирование исследований болезней, и все больше людей заболевали. Что можно было сделать? Ограничить распространение вируса Стало очевидно, что лучшей мерой предосторожности был защищенный секс, так как вирус не мог пройти сквозь презерватив. Кроме этого, донорские пункты начали тестировать кровь, а новые проекты предполагали использование чистых игл для введения лекарств. В конце концов, в 1987 году была создана первая система лечения от вируса – прародительница современной политерапии. Лекарства все еще не вылечивают от заболевания, но они не дают вирусу размножаться и уничтожать иммунную систему. Начав раннюю терапию ВИЧ, инфицированные люди могут жить дольше и здоровой жизнью. К сожалению, многие люди до сих пор не имеют доступ к лекарствам от ВИЧ, особенно в Черной Африке. За последние 30 лет примерно 36 миллионов человек умерло из-за вируса и 2 миллиона заражаются вирусом ежегодно. Ученые добились большого прогресса, но все еще ищут, как полностью вылечить от вируса. Вы можете помочь в противостоянии со СПИДом. Занимайтесь защищенным сексом, протестируйте себя, жертвуйте на исследование ВИЧ и распространите это видео.